Многие уверены, что спортсмены думают только о себе, спорте и деньгах, но это не так. Как и большинство из нас, они находят время для добрых дел. Среди них немало людей с большим сердцем, которые не жалеют средств, чтобы помочь нуждающимся. Сегодня мы покажем вам 20 трогательных моментов в спорте, которые не оставят тебя равнодушным. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь на наш канал и включите уведомления о новых выпусках. На соревнованиях мировой серии по триатлону благородство проявил британец. Олимпийский чемпион Алистер Браунли за несколько сотен метров до финиша заметил, что его младший брат, бежавший перед ним, вот-вот упадет. Джонни Браунли получил на дистанции тепловой удар и держать темп больше не мог. Его хотели отвезти в сторону, но Алистер подхватил брата и добежал с ним оставшиеся метры. На финише более выносливый брат подтолкнул Джонни и дал ему возможность получить серебряную медаль. Сам Алистер занял третье место. Нападающий Барселоной сборной Аргентины Лионель Месси сфотографировался с мальчиком, которого к футболисту не подпускали охранники. Футболист направлялся в отель в уругвайском городе Монтевидео, куда прибыл со сборной Аргентины на матч. Отличный спортсмен и просто хороший человек – Новак Джокович. Во время вынужденного перерыва в матче, связанного с дождем, Джокович пригласил бол-боя к себе на скамейку. Поболтал, угостил, помог зонтиком. Также Новак Джокович сыграл в инвалидной коляске на благотворительном вечере. Это произошло в рамках акции «Ночь с Новаком», во время которой теннисист играет с другими спортсменами. Противником Джоковича стал паралимпийц из Австралии Дилан Олкот. Недолго думая, «Новак Джокович» пересел в коляску, чтобы уравнять шансы. Шакила Нил целует фанатку. Сколько доброты в этом видео! Десятилетняя Полина вывела на поле Роналду в матче сборных России и Португалии, а после игры форвард подарил Полине спортивную кофту. В ответ девочка презентовала игроку браслет в цветах португальского флага. Когда уважение к сопернику и его здоровье важнее. Баскетболист Стивен Адамс предпочел поймать падающего соперника, хотя мог заработать легкие два очка для своей команды. Образец настоящего фэйрплей. На Олимпиаде в забеге на 5000 метров новозеландская бегунья Ники Хамбли столкнулась с американкой Эбби Дагастино. Ники помогла своей сопернице подняться и дальше они бежали вместе, поддерживая друг друга. Обе спортсменки не только прошли финал, но и были награждены медалью Пьера де Кубертена за проявление благородства и истинного духа спорта во время Олимпийских игр. Наверняка многие из вас помнят это видео с милым мальчиком, сидящим на скамейке хоккейного клуба Бостон Брюинс и радующимся рукопожатием игроков. Протягивающий свои крошечные ручки навстречу игрокам и искренне радующийся паренек вызвал умиление у зрителей по всему миру. Но далеко не все в курсе истории этого мальчика, и этот пробел нам хотелось бы восполнить. Мало кто знает, что восьмилетний мальчик Лиэм Фиджеральд страдал синдромом Дауна, но, к сожалению, это было не единственной проблемой малыша. Помимо синдрома, в четырехлетнем возрасте на мальчика обрушилась страшная болезнь – рак крови, так называемая лейкемия. К счастью, после долгой, длинной, в три с половиной года борьбы с этим диагнозом, Лиэм победил недуг. Любовь Лиэма к своему клубу настолько сильна, что на одной из вечеринок в Хэллоуин он оделся как защитник Брюинс – Адам Макуэйт. Большим поклонником именно этого игрока и является наш герой. Макуэйт, узнав от специального фонда Брюинс о мальчике и его истории, немедленно пригласил мальчика и его родных на ближайшую игру бостонцев и попросил, чтобы парня посадили на скамейку команды. Тем приятнее констатировать, что чуть позже мальчику удалось сфотографироваться со своим кумиром. Для своего возраста Лиэм слишком маленький, и ему приходится ежедневно принимать гормон роста до достижения 18 лет. А еще у Лиэма есть мечта научиться кататься на коньках и играть в хоккей. Мальчик благодарит бостонцев за прекрасный сезон и признается в любви к своим кумирам. Лиэм вместе со своей мамой начали собирать средства на исследование рака, чтобы обнаружить новые методы лечения и бороться с этой болезнью по всему миру более эффективно. Приятно понимать, что даже мальчик с синдромом Дауна способен не только получать помощь, но и оказывать ее, делать что-то по-настоящему хорошее для других людей, столкнувшихся с ужасным недугом. В 2015 году футболист Ростова Иван Новосельцев сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, баскетболистке московского Динамо Екатерине Кейру, прямо на стадионе. Под аккомпанемент нескончаемого ливня Иван, как и положено джентльмену, встал на одно колено и подарил Кате кольцо и шикарный букет роз. Горько, горько, взорвался скандированием стадион. Счастливая пара целовалась под взглядами зрителей, не обращая внимания на непогоду. Такой вот сюрприз устроил маме Бэк Бенни. Мама увидела сына спустя семь лет. Ее эмоции никого не оставят равнодушными. Футболист мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос отдал футболку девочке. Счастью, фанатке не было предела. Проблемы со здоровьем не помешали мальчику научиться обращаться с мячом. Но каково было его удивление, когда к нему приехали с подарками футболисты Манчестер Юнайтед. Со слов Сэма, это был один из лучших дней в его жизни. Мальчик Майки потерял зрение из-за редкого заболевания, но это не мешает ему болеть за лондонский арсенал и даже иногда играть в футбол. Единственным его желанием было узнать, какое лицо Месута на ощупь. Футболист арсенала Месут Азил встретился с мальчиком и дал пощупать лицо, чтобы тот лучше понял, как выглядит футболист. Мальчику подарили футболку с автографом и незабываемые эмоции. В 2015 году на отборочных состязаниях российские яхтсменки Анастасия Гусева и Яна Стоколесова боролись за право участия в Олимпиаде. Гонка была в разгаре, когда девушки услышали крики о помощи. Спортсменки приняли решение изменить курс и направились к утопающему. Спасенный был настолько слаб, что о продолжении гонки не могло быть и речи. Яхта срочно направилась к берегу. Пострадавшего доставили в сочинскую больницу. Оказалось, что на волосок от гибели был московский тренер, который вышел в море на своей яхте. Штормом его выбросило за борт. Если бы не спортсменки, мужчина бы погиб. Стоколесову и Гусеву представили к награде фэйрплей, которая вручается за самые благородные поступки в спорте. На Олимпиаде в Сочи российского лыжника Антона Гафарова подрезал соперник. Спортсмен упал и почти сломал палку и лыжу. После второго падения на спуске инвентарь сломался окончательно. Казалось, соревнованию для Гафарова пришел конец. Но на помощь лыжнику пришел тренер канадской сборки. Он подбежал к Гафарову и помог ему заменить лыжу. Отдал запасную, которая предназначалась канадцам. Гафаров пришел к финишу шестым, но был встречен бурными аплодисментами публики. Как позже признавался тренер, он даже не разобрался, кому помог. Для него главным было то, что спортсмен в беде. На Олимпиадах награды за следование принципам фэйрплей вручаются не так давно. Первым россиянином, получившим приз Пьера де Кубертена, стал гимнаст Алексей Немов. В 2004 году на Олимпиаде в Афинах знаменитый спортсмен получил явно заниженную оценку. Через 20 минут ее скорректировали. Но спортсмен все равно даже не вошел в число призеров игр. Зрители начали освистывать судей. Несправедливость была видна даже не специалистам. Соревнования пришлось приостановить. Вскоре к снаряду подошел американский спортсмен. Но публика не унималась. Тогда к трибунам вышел сам Немов и поблагодарил за поддержку. Свисты-крики в адрес судей не прекращались. Немов вышел второй раз и приложил палец к губам, показывая, что стоит вести себя тише. В дальнейшем Немову были принесены официальные извинения. Некоторые судьи лишились постов, а в правила оценивания внесли изменения. Мама 14-летнего Тайлера вернулась со службы спустя восемь с половиной лет. Реакция Тайлера была очень эмоциональной. Поначалу он не поверил своим глазам, потом бросился в объятия своей мамы. Мама 14-летнего Тайлера Марафон – это не просто гонка за временем и сложнейшая дистанция на выносливость. Для большинства атлетов главная цель – это дойти до конца дистанции, ведь организм может дать сбой в любой момент, даже на последних метрах до финиша. Во время лондонского марафона бегун Мэттью Рис помог другому бегуну, Дэвиду Уайету, дойти до финиша, когда тому стало плохо. Десятилетней малышке Эн удалось то, о чем мечтают многие девушки. Ведь она пригласила на ужин самого Александра Овечкина. Один из самых занятых и известных хоккеистов наших дней встречался со своими юными поклонниками на ледовой арене. Юная хоккеистка Эн не растерялась и предложила ему встретиться вечером и покушать суши. Овечкин не смог отказать. При встрече он подарил девочке букет Рос и вручил свой форменный свитер с автографами членов команды. На этом все. Надеюсь, что вам понравилось наше видео. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.